Сейчас продолжается поставка гуманитарной помощи в потопленные районы Приморья. Наиболее сложная ситуация наблюдается в 11 муниципальных образованиях. Такие как Дальнереченский, Кавалеровский, Тернейский, Чугуевский и другие. Здесь, кроме того, что полностью пропало автомобильное сообщение, люди вынуждены жить в пунктах временного размещения. Силами МЧС удается доставить предметы первой необходимости. Транспортными самолетами доставляется гуманитарная помощь в город Владивосток. Отсюда она разводится в районные центры вертолетами Ми-26. С районных центров вертолетами Ми-8 доставляются в потопленные населенные пункты, либо населенные пункты, в которых отсутствует автомобильное сообщение. По мере восстановления автомобильных дорог гуманитарная помощь населению будет довозиться. Уже на сегодняшний день в потопленные районы поступило более 75 тонн гуманитарной помощи. И поставки не прекращаются. Несмотря на то, что в зоне бедствия круглосуточно работают спасатели, военные и медики, жители затопленных районов массово обращаются в медицинские учреждения с кишечными заболеваниями. Причина тому – вода, которая стала просто непригодной для потребления. А бутылированной хватает далеко не всем, и не во все районы ее можно доставить. Также в некоторые районы прибыли электрики. Совместно со спасателями проводится аварийно-восстановительная работа поврежденных линий электропередач. Между тем всплыли на поверхность и те проблемы, которые не были решены на краевом уровне ранее. Так, село Крауновка в результате тайфуна оказалось полностью отрезано от большой земли. Причина тому проста. После прошлогоднего тайфуна Гони так и не был восстановлен разрушенный мост. А в результате Лайн-Рока единственная переправа, соединяющая Крауновку с другими населенными пунктами, оказалась под водой. Если бы в прошлого тайфуна построили бы мост, когда смыло мост, поставили понтонный. Люди, которые здесь живут, собственно, то, что вырастет и продадут, могли, что не смыло, собрать и отвезти на рынок. Сейчас, в данный момент, у многих смыло, у многих не смыло, но они не могут продать. Не могут продать. Куда его вывезти? Моста нет, а на этом борже на это и все переведешь. Только благодаря вмешательству военных в настоящее время удалось организовать хотя бы вынужденное водное сообщение. Ситуация более-менее нормализовалась. Ходим по мере возможности, подстраиваемся под прибытие автобуса рейсового. А так, в крайнем случае, дежурим здесь. И если людям необходимо, мы их тут же переправим, в том числе и ночью. Местные хоть и вынуждены терпеть неудобства, но все же рады, что добраться теперь до большой земли можно. Переправа хоть такая и то радует. Садик вот ребенка повели за все время, за вот это вот наводнение. Сегодня вот первый день. Страшно, конечно, а так переживем как-нибудь. Тем временем многие уже подсчитывают ущерб. Хоть дома в селе и не затопило, огороды, которые находились в низине, оказались под водой. А это значит, что зима будет голодной. Часть урожая 70% погибло. 30% осталось. В общем, торговать уже нечем. До себя будет и вот и все. А зиму, как жить будем, не знаем. В общем-то, в магазин ходить вот так вот, за крупами, за хлебом, не с чем. Вынуждены будем искать работу где-то в городе или где-то зимой идти работать. Конкретно этот фермер не намерен обращаться за компенсацией, потому как считает это смешным. По его подсчетам, в результате стихии ущерб составляет около миллиона рублей. А администрация Приморского края обещает выплатить всего 10 тысяч рублей за потерю урожая. Что, как вполне очевидно, не исправит плачевной ситуации агрария. Но так или иначе, опыт прошлого года позволил все-таки минимизировать потери от разрушений, которые принес тайфун Лайнрок. В этом году мы много сделали упредительных мер, чтобы подготовиться. Потому что в том году у нас был сильнейший тайфун. Мы сильно от него пострадали. И в этом году мы сделали большие работы. Отремонтировали 13 дамб, сделали 5 шиберов, прокопали 15 километров преддамбных каналов. Много в селах провели очистку куветов, ливневой канализации. У нас до сих пор работает команда, около 7 команд у нас работает по очистке ливневых канализаций. По мнению специалистов, если в ближайшее время при море не накроет очередной тайфун или циклон, то в течение последующих двух недель вода окончательно уйдет с затопленных территорий. Дарья Панченко, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова